Давайте откроем послание к Ефесянам, вторую главу. Мы посвятили этой теме целый месяц, и сегодня постараемся закончить. В ходе разговора выяснилось, что часто предмет разговора не помещается в рамки одной главы. И чтобы его изучить, нужно исследовать всю Библию, чтобы понять его значение, что мы и делали применительно к Божьей любви. Мы много говорим о Божьей любви к нам, забывая о любви к ближнему. Пока мы не получим откровения о Божьей любви к нам, мы не сможем любить ближнего. Ваша вера в Божью любовь служит основой вашей любви к ближнему. Говоря о том, чем мы располагаем, все сводится к вере. Итак, продолжим и посмотрим, что из этого выйдет. Ефесянам 2 глава, 8 стих. Все вместе готовы? Читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Очевидно, что благодать — это дар, который мы получаем через веру. Библия ясно дает понять, что это дар. «Ибо благодатью вы спасены, вы свободны, получили свободу. Но получить все это можно только через веру и сие не от вас. То есть, все ваши усилия будут напрасны. Божий дар. Если это дар, значит, его нельзя заработать или заслужить. Это Божий дар, который доступен через веру». Откройте Римлянам 5.2. Римлянам 5.2. Здесь сказано. Начиная с 1 стиха. «Итак, оправдавшись верою, что значит, будучи оправданны, получив оправдание. Итак, оправдавшись верою». Смотрите, праведность — это не то, что мы заработали или заслужили. Мы праведны верой. Это не наша заслуга. Это заслуга Иисуса. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати». Смотрите, второй стих. «Верою получили мы доступ к той благодати». Таким образом, эта незаслуженная милость, эти сверхспособности, эта сила, эта благодать, и мы получаем ее, и с ней все остальное. 2 Петра 1.3. Здесь сказано, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». В другом переводе написано, что мы получили все необходимое для жизни в угоду Богу по божественной силе и благодати. «Без веры мы не получим и не сможем воспользоваться ничем из того, что Бог совершил для нас, что Он нам приготовил. Через веру я могу воспользоваться результатами Божьей работы. Верой я принимаю исцеление. Исцеление уже совершено. Верой я принимаю преуспевание. Оно уже совершено. Нам остается только принять это верой». Итак, мы говорим о том, как важно постоянно расти в вере, чтобы принять в полной мере воспользоваться тем, что Бог по Своей благодати приготовил нам. пренебрегая принципами веры, вы не сможете воспользоваться тем, что было сделано. Все эти блага ждут вас, но вы не можете взять их без веры. Итак, это понятно. Не зря мы говорили об этом столько времени. Откройте Иакова, 4 главу. Вот на что я хочу обратить ваше внимание. Иакова, 4, 6. Друзья, чтобы всем этим воспользоваться, нам понадобится вера. Бог много нам дал, но чтобы этим воспользоваться, понадобится вера. Она не упадет, как снег на голову. Словно по волшебству. Чтобы всем этим овладеть, этому нужно учиться. Итак, 6 стих. Иакова, 4, 6. Все вместе. Готовы? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кому Он дает благодать? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Осталось разобраться и понять, как отличить смиренного человека. Смиренный человек послушен, он готов покориться Божьему Слову, покориться Божьей воле. Это тот, кто готов покориться Божьему Слову вопреки своим чувствам, мнениям и желаниям. Смиренный человек подчиняется Божьему Слову, Божьей воле, вопреки своим чувствам, мнениям, взглядам и желаниям. И если я сначала думаю о том, чего бы мне хотелось, а потом о том, какова Божья воля в этой ситуации, то смиренный человек скажет, «Я буду слушаться Бога в этом вопросе, хотя мне хотелось бы сделать так. Я думаю иначе». И на мой взгляд, вот как надо было поступить. Суть в том, чтобы в послушании покориться Божьему Слову, вопреки своим желаниям, вопреки своему мнению и взглядам. Это настоящее смирение. Итак, только когда человек достигает такого состояния смирения, он сможет в полной мере задействовать свою веру. очень важно научиться различать настоящее библейское смирение. Не лже смирение, когда человек только делает вид, делает вид, что смиряется, но при этом он полон гордости и не послушен Божьему Слову. Мы говорили о тех ситуациях, когда от вас требуется послушание и смирение. Но Бог говорит, «Человек, послушный Моему Слову, вопреки своим чувствам, вопреки своему мнению, взглядам и желаниям, это тот, кому я дам свою благодать». Те ресурсы, которые Бог дарует по благодати, достанутся тому, кто живет в послушании. Вдумайтесь в мои слова. Мое послушание Божьему Слову позволяет мне получить благодать от Бога. Мы поговорим о том, что такое настоящее библейское смирение и как мне этому научиться. и как работать в этой библейском смирении. Итак, пожалуйста, запишите. Это очень важно. Необходимо истинное смирение, не ложное смирение, а такое смирение, когда я, послушаюсь Божьему Слову вопреки своим чувствам и желаниям, вера в Бога требует истинного смирения. Вера в Бога требует истинного смирения. Почему? Потому что, когда я послушаюсь Божьему Слову, Божьей воле, я рассчитываю не на свои, а на Его силы. В этот момент я рассчитываю не на свои, а на Его силы. Смотрите, скажем, у вас материальные затруднения. Благодать способна восполнить этот пробел, но воспользоваться ей вы можете только после того, как подчинитесь Божьему Слову в этом вопросе, чтобы привести свою веру в действие. Вера открывает нам доступ к скрытым ресурсам. Итак, у вас материальные трудности. Какой совет дает нам Библия в такой ситуации? Давайте. Это Его воля для вас. Итак, смотрите. Примите решение давать, несмотря на ситуацию, на то, сколько у вас неоплаченных счетов, чего бы вам хотелось, какие у вас планы. Чтобы привести в действие вашу веру, необходимо искреннее послушание и смирение, а также готовность доверять и рассчитывать не на свои силы, а на Его силы. Видите ли, когда у вас нет денег, и вы все равно решаете послушаться Богу и давать, то вам действительно остается положиться на Бога. на банк надежды нет. Где взять деньги, я не знаю, что же делать. В Библии ясно сказано, что надо давать, но вам придется смириться. Смиренный человек — это человек веры. Гордость — это синоним неверия. Так было всегда. Гордость и неверие идут рука об руку, так же, как смирение и вера. Они действуют вместе. Остается понять, раз уж мы говорим о том, что по благодати мы имеем все необходимое и удивляемся, почему это не происходит со мной. Вам нужен код доступа, вера. Но ваша вера не будет действовать, пока вы не подчинитесь тому, что Бог говорит об этом, в противовес тому, что вам советуют, что лежит на поверхности и что вы об этом думаете. Это очень просто. Это просто. У меня есть нужда. Пришло время сеять и рассчитывать на Бога, а не на себя. Что происходит, когда вы сеете? Все, на Бога одна надежда. Я так сделал. Я посеял. Слава Богу! Когда приходит время платить по счетам, когда я вижу нужду, я сею и верю Богу. Это работает. Я сею и верю Богу. Что происходит? Мы проявили смирение и послушание. Вера пришла в действие, открыв нам доступ ко всем ресурсам, которые мы получаем по благодати. глядя на свою жизнь, на те ее области, где вам нужно сверхъестественное обеспечение, не только в области финансов, но в любой другой сфере. Глядя на свою жизнь, спросите себя, во-первых, чего хочет Бог в этой ситуации? Как вы уже знаете, Божья воля является пусковым механизмом вашей веры. Знание Божьей воли приводит веру в действие. Это еще не все. Знание и послушание Божьей воли приводит веру в действие. Мало знать Божью волю и не исполнять ее. Бытует мнение, «Я знаю Божью волю, этого достаточно». Нет, 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 «Я знаю Божью волю, я исполняю ее». «Моя вера действует, потому что я знаю Божью волю, я исполняю ее с искренним смирением, которое приводит ее в действие». И третье, «Я знаю Божью волю, я исполняю Божью волю и рассчитываю на Его силы для ее реализации». Не на себя, а на Него. Можно много говорить на эту тему. Возьмите хотя бы Авраама. Бог сказал, что у Него будет Сын. Он рассчитывал на собственные силы. Переспался служанкой жены и вместо Исаака родился Исмаил. Друзья, самое время доверять Богу. Поверить, что Он может это сделать. Вчера я встречался с одним моим другом, и Бог дал мне слово. Я сказал, «Знаешь, мы тратим много сил на наши достижения». Порой, когда ты создаешь нечто, потратив на это много сил, в итоге все рушится. На этой неделе я молился и просил Бога показать мне те сферы, где я действительно действую своей силой и где я не доверяю Ему. Я доверяю на словах. На деле же получается совсем наоборот. Например, я постоянно наведываюсь в офис. И я подумал, «Ух ты, и то верно. Я делаю это много лет. Знаете, что я сделал? Мне в радость угождать Богу. Я хочу угождать Богу». Я позвал сына и сказал, что ему придется приезжать в офис пораньше. Он спросил, «А что такое?» Я ответил, «Я пас, сюда я больше не ездок». Он сказал, «Это ты так думаешь. Прошла неделя». Я понял, что моя роль, то, что я делаю, важно не меньше вашего. Моя роль — посвятить себя молитве и служению Слова. Зная, что мне предстоит проповедовать, я делал свою работу, а не свою. К тому же, им посчастливилось выспаться, потому что моя работа начинается позднее. Нужно помазание, чтобы, едва войдя в офис пастора, послужить ему пророческим даром, преобразующим его жизнь. Бог в который раз указал мне на то, зачем Он поставил меня на это служение. Когда я размышлял над этим словом, я понял, что пока Божий огонь горит в моих устах, Аллилуйя, написано, что огонь просвещает все тело. Говоря об огне, я имею в виду не только иные языки. Важно понять, что слова, которые я говорю, испытаны огнем. Аминь. Чтобы не сказать лишнего. Важно сохранять меру. Бог сказал мне, что если придется, я проведу вас через это. Но теперь, когда я проповедую, я ни от кого ничего не требую. Я никого не заставляю. Мне не до этого. Это не мое дело. И даже если все пойдет прахом, начнем с того, что это, прежде всего, не моя, а Божья церковь. И если все пойдет не так, и в церкви останется три человека, меня это нисколько не смущает. Это не моя церковь. Это церковь Иисуса Христа. Слава Богу! Аллилуйя! Это касается и личной жизни. Когда я послушаюсь Богу в той или иной области, поступая по Его воле, я проявляю послушание, моя вера приходит в действие. И я рассчитываю не на свои, а на Его силы. Это эффективный инструмент. Когда я рассчитываю не на свои, а на Его силы, что мне делать? Я верю Богу. А еще? Доверяй Богу. Когда дьявол атакует ваш разум, у вас тут же появляется множество вариантов развития событий. Не думаю, что вы будете сидеть, сложа руки. Вам будет чем заняться. Дьявол об этом позаботится. Когда дьявол скажет вам, что вы грешники, займитесь делом. Скажите, я праведность Божья. Аминь. Я это знаю. И я этому рад, что Бог никогда нас не оставит. Я это знаю, и этому рад, что Бог любит меня каждый день. Я не говорю про всех. Бог любит меня. Понимаете? Бог любит меня. И если я в это верю, это переходит в действие. Что бы ни было, я этим живу. Я об этом говорю. Я в это верю. Знаете, что будет дальше? Когда я в это поверю, моя вера придет в действие. Вера действует любовью. И дело не в том, как сильно мы любим друг друга. Вера действует соразмерно тому, насколько я верю в то, что Бог любит меня. Когда я в это поверю, моя вера придет в действие. Когда я в это поверю, я полюблю вас. Но я не смогу полюбить вас. Вот почему. Как мы уже говорили, написано, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, крепостью, разумением». Это первая и наибольшая заповедь. Вторая, подобная ей. И так далее. Я замолчал и спросил, «Кто-нибудь, кроме Иисуса, так сможет? Таков закон. Закон был дан не для того, чтобы вы его исполняли, а чтобы показать вам, что своими силами вам не справиться». Но пришла благодать. В 1 Иоанна 4,19 написано, «Но Бог прежде возлюбил нас, и только потом мы полюбили Его». Другими словами, пока я не поверю, что Иисус любит меня, я не смогу полюбить Его. И вот еще что. Он любит меня, но пока я в это не поверю, мне не будет от этого никакой пользы. Он любит меня, но пока я в это не поверю, я буду этому сопротивляться. Поверьте в любовь, и ваша вера придет в действие. Вы каждый день, как вам сказать, вы знаете, что по-еврейски «Давид» значит «возлюбленный». Вот почему он с такой легкостью убил Голиафа. Он знал, что Бог любит его. Я не боюсь этого великана, потому что Бог любит меня. В результате вера приходит в действие, потому что я знаю, что Бог любит меня. Я знаю, что ушел от темы. К этому мы еще вернемся. Поверьте, что вы возлюбленные Божьи. Помните, что Бог сказал об Иисусе перед тем, как Он отправился в пустыню для поста и молитвы. Он сказал, Он произнес это вслух, чтобы все это услышали. Иисус пришел креститься к Иоанну, и Бог сказал, «Сей есть Сын Мой возлюбленный». «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Когда дьявол искушал Иисуса, в пустыне, он намеренно пропустил слово «возлюбленный», сказав, «Если ты Сын Божий». Но Бог не это говорит. Он говорит, «Это мой любимый Сын». А тут, «Если ты Сын Божий». Дьявол кое-что упустил. Он выдал себя. Он забыл добавить «возлюбленный», зная, что без веры в Божью любовь человек подвержен искушению. Если я знаю, что Бог любит меня, когда искушение приходит, я могу сказать, «Бог любит меня, я принимаю Его любовь, поэтому искушение не имеет силы». Дьявол, уходи. Я Божий возлюбленный. Скажите, «Я возлюбленный». Пока вы не поймете, что вы, Божьи возлюбленные, ваша вера будет бездействовать. Бог любит меня, поэтому... Аллилуйя! Мои счета будут оплачены. Бог любит меня, поэтому я исцелен. Бог любит меня, поэтому, когда я слушаюсь Его, все получается, как надо. Поймите, что Бог любит вас. Бог любит вас. На еврите для описания Божьей любви и милости используется термин «хесид». В Библии упоминается некий царь Иосафат. Он был хорошим царем, но его народ ополчился на него. Они объявили ему войну. Он созвал певцов и поклонников. Они пошли перед войском, говоря, «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». По сути, они пели о Божьей любви. Написано, что враги набросились друг на друга, облегчая им задачу. Послушайте, та сила, в которой мы нуждаемся, да, 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 не стремитесь к силе. Это не главное. Стремитесь к тому, кто дает вам силу. Стремитесь к тому, кто дает вам силу. Понимаете? Мы не гонимся за силой. Только слышишь, «Сила, сила, сила». Нет, нет, нет. Стремитесь к источнику силы. Я черпаю силу в том, что Бог любит меня. Друзья, об этом не нужно забывать, если вы хотите активировать свою веру и получить все то, что находится в нашем распоряжении. Причина, почему это не происходит, кроется в том, что я не верю, что меня любят. Дьяволу удалось убедить вас в том, что своими поступками вы аннулировали Божью любовь и лишились праведности. Это неправда. Это неправда. Когда вы знаете, когда мы были грешниками, мы не могли ничего с этим поделать, своими добрыми делами. Точно так же теперь, когда мы стали праведностью Божьей, никакие плохие поступки не могут этого изменить. Нет, 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 нет. Даже не надейтесь. Дело в том, что Бог уже возложил все наши грехи на Иисуса. Иисус понес наказание за ваши грехи и спустился в ад на ваше место. Бог не вменит вам греха, так что не говорите ерунды. Это не так. И хватит запугивать людей. Они все равно будут грешить. Случится то, что они не придут в вашу церковь из-за чувства вины, осуждения и отвержения. Люди грешат, когда чувствуют за собой вину, осуждения, отвержения, одиночество. Вот когда они грешат. Но если вы расскажете им о Божьей праведности, о том, что Он сделал их праведными, что Он любит их, их вера придет в действие, они поверят в это, черпая из запасников благодати, и их жизнь будет ярким свидетельством Божьей благодати. Вот что имел в виду Павел в 5 главе 2 Коринфянам. Говоря о служении примирения. Знаете, что это такое? Это служение, призывающее людей возвратиться к источнику Божественной благодати. Мы думаем, что нам нужно помириться друг с другом. Нет, нет. Примирение происходит между Богом и человеком. Он говорит, благодаря тому, что совершил Иисус, вы можете вернуться к источнику Божественной благодати. Он говорит, «Вам дано послание примирения». Что это за послание? Послание, призывающее людей возвратиться к источнику Божественной благодати, что Бог не вменяет вам греха. Вы что, мне не верите? Вы смотрите на меня такими глазами. Откройте 2 Коринфянам, 5 главу. Такое чувство, что вам лучше знать. Пора браться за дело, это не по Библии. Мы говорим о вере, чтобы это получилось, но давайте продолжим и разберемся в том, как мы можем этим воспользоваться. Чтобы нам не быть людьми, которые все перепробовали, ничего не получилось, а годы идут, а мы до сих пор у разбитого корыта. 2 Коринфянам, 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Скажите, древнее прошло. Смерть прошла. Нищета прошла. Болезнь прошла. Страх прошел. Слава Богу. Теперь все новое. Слава Богу. Скажите, у меня есть жизнь, я живу в избытке, у меня нет страха, я всегда живу в достатке. Вот о чем речь. Древнее прошло. Теперь все новое. Скажите, древнее прошло. Это прошло. Восемнадцатый стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. В расширенном переводе написано, «Но все от Бога, который через Иисуса Христа примирил нас с Собой, дал благодать и привел нас в состояние гармонии с Собой, и дал нам служение примирения, чтобы мы словом и делом стремились привести людей в состояние гармонии с Ним». Девятнадцатый стих. Сам Бог воплотился во Христе, примиряя и приводя мир в согласие с Собой, не обвиняя человека и не принимая во внимание его грехи, но аннулируя их и вверяя нам послание примирения жизни в гармонии с Богом. Вот что такое примирение. Это жизнь в гармонии с Богом. Бог простил вас. Он взял все ваши грехи на Себя. Он сделался грехом, чтобы вы, в свою очередь, могли принять Его праведность и сделаться праведными. Он благоволит к вам и не вменяет вам греха. Вы укоренены в Нем. Вы праведность Божья. Вы родились свыше. Я подготавливаю проповедь об опасности осознания греха. Опасность заключается в том, что когда человек понимает, что грешен, в Библии говорится о том, что мы были рабами греха, но он пришел и освободил нас от рабства греха. Вина, осуждение и страх могут спровоцировать смерть. Все это предвестники смерти. Осуждение убивает. Осуждение убивает. У меня есть проповедь на эту тему. Осуждение убивает. Раньше я думал, что Богу нужна моя святость. Понимаете? Это очень важно. Грех вызывает горечь. Грех вызывает горечь. Если бы кто-то пришел к вам домой и оскорбил вас, вас бы это огорчило, понимаете? И тут я все понял. Я думал, что моя святость способна впечатлить Бога. Нет. Я живу в святости, чтобы мне самому не чувствовать осуждения. Это нужно мне. Бог уже определился со своим отношением ко мне. Когда вы получили новое рождение, Он принял вас. Вы праведность Божья. И с тех пор Бог не смотрит на вас. Он говорит, «Я смотрю на вас через жертву Иисуса Христа, как я смотрел на Израиль и наследников Иакова». Это в 23 главе чисел. «Как я смотрел на них». Написано, что Бог не увидел у них греха. Они жили в грехе. Они постоянно роптали. Написано, что Он увидел только трубный царский звук. Почему? Потому что Он смотрел на них через жертву. Это был прообраз того, что произошло на кресте. Бог смотрит на нас через кровь Иисуса. А мы думаем, что от вас требуется поверить и принять то, что сделал Иисус. принять тот факт, что вы праведность Божья, что Бог не вменит вам греха, как написано в послании к Римлянам, 4,8. Бог не вменяет мне греха. Я праведник. Я омыт кровью Иисуса. В тот день, когда я поверил в то, что я праведность Божья, написано, что отныне я не под законом, а под благодатью, и влияние греха на меня не распространяется. Мы так много думаем о грехе и так мало внимания уделяем тому факту, что мы — праведность Божья. Мы не даем Богу благословить нас, потому что праведность сродни магниту. Она притягивает к вам благословение. Если вы нуждаетесь в исцелении, поверьте, что вы — праведность Божья, и вы будете исцелены. Праведность привлечет к вам исцеление. Если вам трудно поверить, что Иисус пошел на это ради вас, да, Он сделал это ради вас. Ради вас. Среди всего прочего, Он приобрел для вас святость. Он сделал это ради вас. Тем самым, я не пытаюсь произвести на Бога впечатление. Я не хочу, чтобы мое сердце осуждало меня. Когда я грешу, я чувствую осуждение. А осуждение убивает. Осуждение убивает. Если вы думаете, что это дает вам право грешить, то, пожалуйста, поймите, если ваше христианство настоящее, вы почувствуете угрызение совести, а если ваше сердце осуждает вас, вы почувствуете дискомфорт. Смертельная болезнь начинается с легкого недомогания, с вины, с осуждения и прочих симптомов. Святость удаляет осуждение. Я живу в святости, и я не пойду налево, потому что это будет докучать мне. Мое сердце будет осуждать меня. Я потеряю покой. Если вы накричали на милую старушку, которая заняла ваше место на парковке, это будет мучить вас. Да так, что вы прослушаете, что я говорю, поскольку вы терзаетесь тем, что наговорили ей. Каждый раз, когда вы чувствуете осуждение и вину, в вашем организме происходят негативные химические реакции, вредные для здоровья. Вот почему это происходит. И Бог с самого начала об этом знал. Но Он хочет, чтобы вы поверили в то, что Он все уладил, что Он простил вас, что Он не вменяет вам греха, что Он смотрит на вас через кровь Иисуса. Вот что самое удивительное. Мы много раз об этом говорили, но я буду это делать. Знаете, почему Бог не вменяет мне греха? Потому что Он вменил его Иисусу. Вот это да. Он взял все мои грехи и сказал, «Я, Иисус, взял ваши грехи, понес ваше наказание, спустился в ад». Бог обошелся с ним, как с последним грешником. День превратился в ночь. Бог отвернулся от родного сына. Помните, Иисус говорит, «Почему ты оставил Меня?» Вот почему в 13 главе к евреям Бог дважды говорит, «Не оставлю тебя и не покину тебя». Как Он может так говорить? Повернувшись спиной к Иисусу, Он повернулся лицом к нам. Он отверг Иисуса, и теперь может сказать нам, «Я вас не оставлю». Он возложил все грехи на Иисуса, и теперь может сказать нам, «Я не вменю вам греха». Он излил весь свой гнев на Иисуса, и Он больше не сердится на вас. Если вам скажут, «Что ты натворил?» «Ты рассердил Бога». Не верьте, Бог не сердится на вас. Он говорит, «Идите и проповедуйте о Моей доброте и милости. Я благоволю к вам». А нам не верится. И несекаемый источник благодати стоит без дела. А мы тешим свою гордость. «Я не верю, мне лучше знать». Это гордость. Бог говорит. Он говорит одно. А вы говорите, «Нет, я этому не верю». Каждый раз, когда вы говорите, «Я не верю», вы утверждаете, что все знаете лучше Бога. В книге Аввакума, вторая глава написана, «Вот душа надменная, не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Что-то не так с человеком, который в своем неверии думает, что знает лучше Бога. Это гордость. Посмотрите, что Бог вам дал, и спросите себя, «А я в это верю?» Я верю, что я праведность Божья. Я верю, что Бог любит меня. Я верю, что могу жить святой жизнью, потому что Бог по своей благодати даст мне для этого все необходимое. Я не хочу, чтобы мое сердце осуждало меня. Я не хочу жить с осуждением в сердце. Осуждение убивает. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Точка. Изучая вторую часть стиха, где написано, «Живут не по плоти, но по духу», оказывается, это означает совсем другое. Он говорит, что если вы во Христе, никто вас не осудит. Если вы во Христе, никто вас не осудит. Если вы во Христе. И дело не в ваших делах. Если вы в Нем, никто вас не осудит. А если я откажусь? Помните в пятой главе к римлянам, где говорится, что хотя смерть царствовала от Адама до Моисея, но дальше он пишет, «Но грех не вменяется, когда нет закона». Таким образом, он говорит, что грех был в мире при Адаме и при Моисея. Вы помните, какой была продолжительность жизни в то время? Они были долгожителями. Они были долгожителями. Ну и ну. Они жили по 500, по 800 лет. Что произошло? С появлением закона, о котором они так просили. Интересно, что в тот день, когда Бог дал им закон, погибло 3000 человек. В день сошествия. В день сошествия Святого Духа 3000 человек получили новое рождение. Взгляните на это. У нас возникла путаница, потому что мы этого не понимаем. Что произошло с появлением закона? Прочитайте седьмую главу к римлянам. Посмотрите, что произошло. Послушайте. Грех никуда не делся. Но никто не знал, что грешит. Нет закона, нет и преступления. Нет закона, нет и преступления. Например, в Германии на автобане отсутствует штраф за превышение скорости. Почему? Потому что нет такого закона. Но как только появится закон, а с ним и развлечение добра и зла, того, что такое хорошо и что такое плохо, когда я знаю, что нарушил, я понимаю, что совершил преступление. Грех существовал и раньше, но вы заметили, что с появлением закона люди начали умирать. Причем в раннем возрасте. Что-то поменялось в их сознании. Что произошло? Пришло сознание греха. Когда я больше осознаю свою греховность, нежели Божью праведность. Никто не говорил Аврааму, «Эй, послушай, Бог сказал тебе не брать с собой лота, а ты не послушался». Ну и что? Бог сказал тебе этого не делать. Понимаете? Авраам — это яркий пример благодати. Он взял с собой лота, а с ним и его проблемы. Так? Бог выручил его, а потом еще. Он переспал со служанкой. Бог замолчал на 13 лет. Он выждал время и исправил ситуацию. Он ни разу не судил его. Он много раз давал ему благодать. Благодать стала частью его имени, когда он назвал Авраама Авраамом. Частица «Ха» на иврите переводится как «благодать». Я подумал, что такое? И я понял, что осознание греха не дает человеку служить Богу, как должно. Посланник евреям написано, «Быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов». Друзья, нам впору учиться читать Библию. Мы не верим в любовь Бога, которую Он показал нам, освободив нас от закона. Об этом говорится по всей Библии с самого начала. Помните, что Он сказал? «От всех дерев в саду ты можешь есть». «Внимание! Только от дерева познания добра и зла не ешь от него». Что такое закон? Это познание добра и зла. Он говорит, «Не ешь с дерева познания добра и зла. Я не хочу, чтобы ты познал грех». «Ешь от дерева жизни. Познавай жизнь». Мы не познали жизнь. Мы едва живы. Мы настолько увлеклись познанием греха, что забыли познать жизнь. С последним Адамом Сатана также использовал проверенный метод. «Возьми эти камни». Десять заповедей были написаны на камнях. «Закон». «И преврати их в хлеб». Что он хочет этим сказать? «Возьми закон и поешь». И Иисус ответил. «Не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих». Бог говорит, «Я сотворю в вас новый дух. Вы больше не будете жить по закону. Я напишу свой закон в ваших сердцах. И когда вы с верой доверитесь мне, я буду говорить вам, как поступить, что правильно, а что нет. Теперь, когда вы рождены свыше, доверьтесь своему сердцу. Раньше оно было вам плохим помощником. Теперь, когда вы рождены свыше, ему можно доверять. Я взял на себя обязательство учить на эту тему, пока все не встанет на свои места. Существует много... Мы осуждаем людей. Стоит человеку прийти в церковь, как он с ужасом узнает, что Бог только и ждет, как бы отправить его в ад. А в Библии написано, что Бог — благ. Где же здравый смысл? Во всем нужен баланс, мера. Неверные весы, мерзость перед Господом. Давайте держаться баланса. Во-первых, примите то, что он сказал. «Да, я праведный». Теперь, вторая часть, «Я не должен грешить». Это не ваше дело. Если вы верите, что вы праведность и рассчитываете на Божью силу, у вас не будет проблем с грехом. Нельзя дать людям свободу от греха и в то же время держать их на коротком поводке. Так нельзя. Но именно это и происходит. Давид говорит, «Но я верую, что увижу благость Господа». Благость нельзя увидеть, если в нее не верить. Если мы не научим людей верить в благость Господа, как они ее увидят? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Иисус любит меня. Он любит меня. Я праведность Божья. Древнее прошло, теперь все новое. Я говорю это каждый день. Он любит меня. Я праведность Божья. Древнее прошло. Бог не вменит грех тем из нас, у кого все пошло наперекосяк. Это вы. Слава Богу! Слава Богу! Я не хочу ничего делать. Не хочу, чтобы мои дела были решающим фактором. Мне нужен спасительный.